Вопрос ценовой ситуации на рынке реализации куриного яйца обсудили на совещании. В последние дни эта тема стала предметом особого внимания и небезосновательна. Инициатором встречи выступило Карачаево-Черкесское управление ФАС России. Прошло совещание с представителями розничной торговли и Министерством промышленности, энергетики и транспорта республики. Альбина Ламкова продолжит тему. Рост цен на яйца в России стал одним из следствий ускорения инфляции. Подорожание невозможно не заметить, поэтому важность темы неоспорима была отмечена на совещании. По данным управления Федеральной службы по государственной статистике по Северо-Кавказскому федеральному округу, с января 2023 года, по состоянию на январь, цены на яйцо куриное поднялись на 70%. Принимая во внимание актуально сложившиеся ситуации и то, как она отражается на потребителях, Федеральная антимонопольная служба рекомендовала своим территориальным органам на местах выступить с инициативой и провести совещание с региональными представителями организаций розничной торговли и республиканскими органами исполнительной власти в целях стабилизации цен на куриное яйцо. В соответствии с поручением Федеральной антимонопольной службы, нами был проведен анализ, мониторинг на территории Карачао-Черкесской республики для выявления производителей и крупных реализаторов яйца куриного. Нами были подготовлены соответствующие запросы, направлены, мы провели определенную работу, но на территории Карачао-Черкесской республики таких субъектов выявлено не было, о чем мы направили информацию в Федеральную антимонопольную службу. Главной задачей встречи стало обеспечение баланса спроса и предложения, также возможность на добровольные обязательства со стороны региональных представителей торговли по самоограничению розничных цен. По итогам прошедшего заседания на площадке Карачао-Черкесского управления ФАС России региональными представителями торговой сети «Склад заморозки» и крупных розничных магазинов «Рица Мир» и «Смарт» добровольно была поддержана инициатива антимонопольного органа по ограничению наценки на куриное яйцо, не превышающей 5% от закупочной стоимости. Альбина Ламкова, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Полиции задержаны заквачки из Краснодара, планировавшие сбыть в Черкесске метадон и мифедрон. Сотрудники управления наркоконтроля МВД по Карачаево-Черкесии на въезде в Черкесск поздней ночи остановили автомашину, в которой находились трое уроженцев Таджикистана, зарегистрированных в Краснодаре, и жительница Адыгеи. В ходе личного досмотра у каждого из них был обнаружен сверток с запрещенными веществами. Согласно исследованию, внутри упаковок находились метадон и мифедрон. Трое молодых людей дали признательные показания. Они сообщили, что наркотики приобрели в Краснодаре и планировали отвезти криминальный товар в Черкесск, чтобы организовать тайники и закладки для последующего сбыта бесконтактным способом. Следственным отделом ОМВД России по Черкесску в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. По ходатайству следователя фигурантами избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении задержанной жительницы Адыгеи проводится сбор доказательной базы. Она отпущена под подписку о невыезде. В 85-летие отметили одно из старейших образовательных учреждений города Черкеска. Поздравив педагогический коллектив 13-й гимназии, пришли выпускники разных лет и коллеги из других школ. На мероприятие побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Педагогический стаж Асиад Магометовны около 50 лет. И почти 40 из них она посвятила ученикам начальных классов 13-го образовательного учреждения Черкеска. По словам Асиад Кушковой, это школа её семьи. В ней учились её дети, а теперь постигает азы знаний внучка. Многие из воспитанников и сегодня приходят к ней в гости, чтобы поблагодарить за обучение, терпение и заботу. Я свою профессию, зная, что ко мне идут дети, я всегда отношусь с любовью ко всем детям. Пусть наши дети будут счастливы. Приходите, приводите своих детей к нам, внуков. В 2023 году двум школам Черкеска 13-й и 8-й исполнилось по 85 лет. В гости к юбилярам из 13-й гимназии в торжественный вечер пришли воспитанники разных лет, а также коллеги из других образовательных учреждений города. Для них был организован экскурс в историю. Много чего вы на сегодняшнем нашем мероприятии увидите. Как выросла эта школа, что здесь происходило, начиная с 30-х годов, 40-е, и дальше по десятилетиям мы об этом всё расскажем. Работать в этом коллективе мне не трудно, потому что у меня здесь работает очень много учителей-профессионалов, которые своё имя сделали и знают своё дело и свою работу. Выпускники 13-й гимназии успешно обучаются или уже работают во многих регионах России. Ученики и педагоги неоднократно побеждали во многих образовательных, творческих, спортивных олимпиадах, конкурсах, состязаниях, что отметили и представители управления образования Черкесска, зачитывая поздравления от руководства города. Из стен гимназии каждый год выходят талантливые, одарённые выпускники, которые смогут прославить свою школу и педагогов, давших им старт в жизни. Во все времена педагогические коллективы учреждения сохраняли высокий профессионализм и верность к выбранному делу. Нынешнее поколение школьников и эстрадные артисты подготовили для почётных гостей представление, как бы переносящее всех участников торжества на страницы истории родной школы. Артур Мухцевик, Виктория Карпенко, Мистик, Карачаево-Черкесия. Черкесский прошёл финал республиканского конкурса профессионального мастерства «Созвездие». Он приурочен к закрытию года педагога и наставника. Педагогические лидеры наставников и наставляемых наградили дипломами, призёров и победителей, а также денежными сертификатами. Год педагога-наставника выдался ярким и насыщенным, а также необходимым для повышения престижа профессии педагога. Он дал возможность продемонстрировать лучший педагогический опыт и наставнические практики, а молодым педагогам лучше познать свою профессию и предназначение учителя, отмечено на мероприятии. О значимости и целях проведения конкурса рассказала председатель Карачаева-Черкесской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Чучаева. Представлены практически все районы и города нашей республики. Инициатором конкурса выступил региональный клуб «Наставник-09», учредителями которого являются профсоюз образования Карачаева-Черкесии и Институт повышения квалификации работников образования. Хочу сказать, что этот конкурс, он, наверное, несет в себе самое главное. Вот именно наставничество, а не просто реверсивное наставничество, когда мы учимся обоюдно друг с другом. И для меня это опыт приобрести что-то новое в плане общения с информационными технологиями. А Алине Руслану, скорее всего, нужен мой опыт, мой багаж знаний, как мы хотим. В Карачаево-Черкесии прошел единый день пенсионной грамотности. Социальный фонд открыл свои двери для студентов и школьников, чтобы рассказать, как устроена пенсионная система России и ответить на интересующие вопросы. Подробности у Али Баташева. Твоя будущая пенсия зависит от тебя. Это главный принцип формирования пенсионной культуры у молодежи. Необходимость задуматься о том, что ждет тебя в старости, знать, как формируется пенсия в нашей стране и как повлиять на ее размер. В этом состоит цель проведения единого дня пенсионной грамотности, говорили выступающие. Проведение таких мероприятий стало традицией. В этом году мы уже 11 раз проводим такое мероприятие при поддержке правительства нашей республики, парламента Народного собрания нашей республики, за что я им очень благодарен. Для того, чтобы быть уверенным в жизни, ребят, вам только кажется, что время так, впереди вся жизнь. Но человек живет и, уходя на пенсию, оказывается, что у нас и продолжительность жизни, вы знаете, увеличилась сейчас, вот как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, до 73. Заместитель управляющего отделением социального фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева отметила, что формировать пенсионный капитал необходимо с самого начала трудовой деятельности. Ответила на интересующие вопросы и рассказала об условиях получения страховой пенсии по старости. Что нужно для назначения страховой пенсии по старости? Это достичь возраста. Женщины у нас выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Иметь страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. Школьникам и студентам было представлено новое издание брошюры «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», где в доступной и понятной форме объясняются вопросы пенсионной грамотности и правила обеспечения пенсии в нашей стране. Каждый участник получил в подарок по одному экземпляру этой книги. Завершилось мероприятие экскурсии по клиентскому залу социального фонда, где сотрудники рассказали о своей вопросе и ответили на вопросы, которые интересовали ребят. Алана Акбаева осталась довольной экскурсией. Я считаю, что встреча была полезной. Я узнала очень многое. К примеру, я узнала, как пенсия становится больше, как сделать так, чтобы у вас была побольше пенсии. По словам сотрудников социального фонда, уроки пенсионной грамотности продолжатся во всех учебных заведениях республики до конца 2023 года. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1-6, в горах до 12 градусов мороза, а днём плюс 4-9, ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днём 7-9 градусов выше нуля, ночью и утром на дорогах гололедится. Выставку «Форум Россия» в Москве посетили уже более 3 миллионов человек, а некоторые из них и не по одному разу. Международная выставка «Форум Россия» продолжает свою работу и знакомит посетителей с важнейшими достижениями страны. Экспозиция Карачаева-Черкесии пользуется большой популярностью у гостей и жителей столицы. Особый интерес у посетителей выставки вызывает лыжный тренажёр-симулятор с каждым днём. Растёт число тех, кто хочет попробовать свои силы в гарнолыжном спорте и желающих провести свой отпуск в горах Карачаева-Черкесии. В Черкесске прошла ёлка главы республики для детей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. В праздники приняли участие дети со всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Для ребят была организована яркая и весёлая программа с выступлением Деда Мороза и Снегурочки и различными сказочными персонажами. С наступающим Новым годом всех детей и родителей поздравила исполняющая обязанность министра труда и социального развития Карачаева-Черкесии Динара Камурзаева. Важно отметить, что для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было приобретено более 2000 новогодних подарков от главы республики. О поручении Рашида Борисовича сегодня организовано замечательное представление. У нас чудесный Дедушка Мороз со Снегурочкой, чудесные весны и звери, которые стали добрыми, потому что что? Добро побеждает нам зло. Правильно? Правильно. Более 2000 подарков мы приобрели для наших детей, чтобы вот в этот чудесный предновогодний праздник всех порадовать. Поздравляю вас всех, наступающего Нового года. Желаю вам любого неба. Желаю вашей семье добро, тепло, достало, чтобы ничего не мешало вам быть самыми губными, самыми здоровыми, самыми красивыми. Мы на авто. Это один из самых ожидаемых праздников года, особенно для наших детей. Это время волшебства, чудес, удивлений и подарков. И от взрослых зависит, насколько ярко, весело и незабываемо пройдет праздник для детей. Сегодня в Доме культуры и республиканской столицы для нескольких сотен детей с ограниченными возможностями здоровья и всех городов и районов республики Министерством труда и социального развития была организована новогодняя елка. От имени главы Карачаева Черкесии с наступающим Новым годом детей поздравила министра труда и социального развития Динара Камурзаева. Дальше ребят ждала насыщенная развлекательная программа. Дети с удовольствием посмотрели сказку «Елочка-снегурочка», поставленную артистами Государственной филармонии. Мальчишек и девчонок порадовали яркой и веселой программой, а после мероприятия пригласили на просмотр спектакля. В этом году для деток с ограниченными возможностями здоровья приобретено более 2000 новогодних подарков от главы республики. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» поздравили с Новым годом воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда». Росгвардейцы организовали для детей настоящий праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные персонажи исполнили с ребятами новогодние песни, провели конкурсы и игры. Дети, в свою очередь, рассказали стихи, станцевали зажигательные танцы, а в завершение получили призы и сладкие подарки. Дед Мороз и Снегурочка напомнили ребятам о правилах поведения в новогодние каникулы, в общественных местах, при обращении с пиротехническими изделиями. Педагоги и воспитанники социального учреждения выразили благодарность сотрудникам Росгвардии за организацию праздника, пожелали успеха в службе и крепкого здоровья. В преддверии проведения новогодних и рождественских праздников у ФСБ России по Карачаево-Черкесии обращается к жителям и гостям республики с просьбой проявлять бдительность в случае проявления лиц, вызывающих подозрения своим внешним видом или поведением, а также обнаружение предметов, оставленных без присмотра, особенно в местах массового скопления людей. Просьба незамедлительно сообщать об этом по телефону доверия 202670. На этом у меня все. Дальше смотрите «Тайны следствия Филадельфии» за полцены. Часть первая. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!